Здравствуйте! Это программа новости. Как всегда, в этот час мы рассказываем о последних событиях в нашем городе и регионе. В студии Елена Сидорова и Ильхам Нигматуллин. Смотрите сегодня. О доходах и расходах. Глава Балабановской администрации отчитался перед горожанами о проделанной работе за 2014 год и рассказал о перспективах. Накануне профессионального праздника. Воскресенье – День российской науки. А сегодня в Доме культуры Огненского физико-энергетического института встретились калужские ученые. Учиться и побеждать. В Брянске стартовал открытый чемпионат по ММА – комбинированному единоборству. Бойцы из Огненска принимают в нем участие. 8 февраля будет отмечаться День российской науки. В канун профессионального праздника в Огненском физико-энергетическом институте прошло заседание научно-технического совета. Руководитель НИИ Андрей Гавердовский в своем выступлении сделал акцент на том, какие изменения в основных направлениях работы ждут обнинских ученых-ядерщиков в ближайшем будущем. Какие задачи ставит сейчас перед ними государство. За прошедший год ученые ФИИ успели сделать многое. Был произведен запуск реактора БН-800, подготовлено немало других проектов и написано научных работ. На первом месте в этом ряду и новое открытие. Я бы отметил, наверное, то, что мы сейчас, наш институт подал заявку на открытие. Это, наверное, самое большое достижение, не так часто такие вещи происходят. Было открыто явление, которое до этого момента только предполагалось, а ученым ФИИ удалось подтвердить и доказать его существование. Уровень проводимых исследований зависит во многом от финансирования работ. Поэтому сказать, что экономический кризис науки не помеха, не получается. Конечно, помеха, потому что чем богаче государство, тем больше оно проявляет интерес к науке. Оно не утрачивает интерес в текущий момент. Но, к сожалению, экономическая ситуация вынуждена сокращать объемы финансирования, которые направляются на науку. На заседании НТС были награждены медалями и грамотами заслуженные работники ФИИ. Многие из них проработали в институте всю жизнь. Смотрю сейчас вот из зала. Впереди умные, обнаженные головы. Смотрю отсюда. Знакомые все лица. 13 марта завершится процесс перехода ФИИ в статус акционерного общества. Конечно, во многом это изменит работу предприятия. Но одно точно. Интерес к науке ни ФИИ, ни в Обнинске не уменьшится. Все, кто представляет науку в Калужской области, решили отметить приближающийся профессиональный праздник в Наукограде. В Обнинском доме культуры ФИИ сегодня прошло торжественное собрание, участие в котором принял и губернатор. Научно-исследовательская деятельность в нашей области занимается более 30 организаций и в той или иной степени 22 высших учебных заведений. Это и медицина, и экология, атомная энергетика, генерная физика, материалы нового поколения, биотехнологии, фармацевтика. Последнее время уверенно в практику научных исследований уходит. 15 лет назад Обнинск получил официальный статус первого Наукограда. И при том, что в российском научном мире сейчас происходят заметные структурные перемены, обнинские ученые остаются на передовых позициях. Неслучайно в прошлом году Министерство здравоохранения Российской Федерации включило медико-радиологический научный центр имени ЦИБА в состав федерального медицинского исследовательского центра. И больше того, наш медико-радиологический центр является центром этого объединения научных коллективов. Развитие науки в приоритетах, которые выбирает Калужское правительство. Только в прошлом году на 68 проектов из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей. Но сегодня особое внимание стоит уделить вузам, считает губернатор. Ведь успехи завтрашнего дня будут зависеть от тех, кто примет эстафету у сегодняшних ученых. Кстати, перед началом этого заседания в ДКФИ Калужский губернатор, как говорится, воспользовался Аказией и осмотрел недавно построенный мост, который стал хорошей заменой старого подвесного. Цена вопроса была 60 тысяч миллионов. Денег таких не было. Мы потратили год на то, чтобы найти альтернативные варианты. Уже сделали все при сохранении внешнего вида, при увеличении надежности и расширении. Не за 60, а за 20 миллионов. Два месяца потребовалось подрядчикам, чтобы осуществить этот проект. Теперь старые тросы выполняют лишь декоративную функцию. А старожилы уже обратились с новой просьбой в городадминистрацию. Увековечить здесь память тех, кто когда-то спроектировал старый подвесной мост. Верой и правдой, прослуживший обнинцем полвека. Самым активным защитником моста был Олег Дмитриевич Казачковский, ныне покойный, почетный гражданин. И, наверное, можно в его честь, его память, также оставить здесь памятную надпись. Ну и первых создателей, которые это все спроектировали. Балабаново. Этот город когда-то был просто небольшой станцией. Но в 21 веке стал бурно развиваться и сейчас в экономическом отношении лидирует в Боровском районе. О том, как пополняется муниципальный бюджет и на что больше всего расходуются средств, об изменениях, которые можно ожидать в экономике и социальной сфере, вчера рассказал жителям города глава исполнительной власти Балабанова Павел Овеков. Подробности у Анны Шапошниковой. Свой отчет перед горожанами Павел Овеков начал с ситуации на рынке труда и заработной платы. В среднем по городу она составляет 26 400 рублей. И в наступившем 2015 году этот показатель должен еще увеличиться. В городе продолжает работать комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. Благодаря ее деятельности увеличение поступлений в муниципальную казну составило 7 миллионов рублей. Расходная часть городского бюджета выглядит так. На культуру средства массовой информации и развития экономики от 2 до 7 процентов средств. Социальная политика около 10 процентов. Больше всего уходят на ЖКХ – 44 процента. Глава администрации в своем докладе этой сфере уделил особое внимание. Основные виды капитальных ремонтных работ на объектах, включенных в программу. Ремонт фасадов – один дом. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения – один дом. Ремонт крови – восемь домов. Кроме ремонта жилья, в городе проводились и многие другие работы по благоустройству. В частности, ремонт и обслуживание дорог, тротуаров и ливневой канализации. Основной задачей – это содержание дорог, обеспечение безопасного движения транспортным средств по городским улицам и дорогам, в том числе обеспечение беспрепятственного съезда выезда на них. Кроме территории самого города Балабаново, в программу по ремонту и благоустройству попадает и военный городок частей РВСН. Анна Шапошникова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ. С замечательным юбилеем, 90-летием, поздравили сотрудники Обнинского городского отдела МВД своего старшего коллегу Василия Григорьевича Семидотченко. Ветеран Великой Отечественной на фронт он ушел в 1943-м, когда ему еще не было и 18-ти, а закончил военную службу только через 5 лет. Сразу после демобилизации Василий Семидотченко надел другую форму с милицейскими погонами. Охранять порядок в Обнинске он начал еще тогда, когда города не было на карте. Москвич Василий Егорович Семидотченко приехал с женой в Обнинск в 1954 году после службы в армии. Молодой семье дали жилье. Он поступил на службу участковым, уполномоченным в милиции. Ну я участковым был около вокзала. Там бараки были и там лагерь был. Лагерь, конечно, не пионерский, сами понимаете. Вот. И там часто были такие аксессии и работы хватало. Город тогда сильно отличался от того, что мы видим сейчас. И только что приехавшему милиционеру пришлось долго искать дорогу к новому месту работы. Я приехал сюда. Здесь лес. Никакого города здесь нет. И, в общем-то, милицию пришлось искать. Люди не знают. Спрашиваю человека, идущего там у женщины. Я говорю, милиция где у вас? А что, у нас милиция есть? Говорит. Я говорю, есть. В милиции Василий Егорович проработал почти всю свою жизнь. Уходить на пенсию ему не хотелось, но пришлось. Здоровье подвело. Я пошел в больницу. Мне говорят, а вы где работаете? Я говорю, в органах. Вам придется уходить. У вас, говорит, ишемическая болезнь сердца. Поставленный диагноз заставил сменить работу. Оставшийся срок до пенсии Василий Егорович проработал в паспортном столе. Сейчас он пенсионер. Отец, дед и прадед. Семья в жизни ветерана – самое главное. Но и поздравления с днем рождения от бывших коллег он ждет и принимает с радостью каждый год. Человек дожил до такого возраста, скажем, или вообще стал старым, немощь. И вдруг забыли его, и все, нет как будто человека. А тут приходят, поздравляют. Открыточка пришла хорошая. А, кстати, у меня открытки все, я берегу. Анна Шапошникова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ. Спорт. Сегодня стартует открытый чемпионат Брянской области по ММА. Он будет проходить в течение двух дней. В Обнинске немало приверженцев этого вида спорта, а наши бойцы тоже отправились в Брянск. А накануне соревнований в клубе проходили напряженные тренировки. ММА – борьба сравнительно новая, развивающаяся, синтезирующая в своей основе техники многих других боевых единоборств. Джиу-джитсу, панкратиона, бокса, самбо, дзюдо. Я с удовольствием пришел, как говорится, к своим друзьям поделиться опытом. Этот вид спорта, он в себе комбинирует многие направления восточных единоборств. И так как мы дружим давно, меня пригласили, чтобы со своего уровня я показал им варианты именно борцовской техники, применительно к их виду спорта. Чтобы ты меня тут же, видишь, опять не пробивала, я своим коленом, я работаю. Ну вот она, уже ручка. Смотрите, раз, тут работа. Нога мощнее руки, ребята, поверьте. Дзюдоист, заслуженный тренер России Павел Попов не впервые проводит такой мастер-класс для бойцов ММА. И наверняка его наставления они не оставят без внимания. Ведь впереди у них немало решающих схваток. И не только в Брянске. Калужские пловцы сегодня подводили итоги областного первенства, которое проходило в Обнинске в течение трех дней. Наши спортсмены выступили здесь весьма достойно. В целом на довольно-таки приличном уровне все проходит. Есть очень хорошие результаты. Все стараются, все стремятся достичь новых высот. Пока на данном этапе в командном первенстве впереди одежь Олимп Обнинский. Так, где-то вровень, чуть позади идут Калуга Труд и Калуга Юность. Как мы уже рассказывали, первенство – отборочный этап для участия калужан в турнирах более высокого уровня. В соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге и на первенство России в Волгограде. Одного из самых перспективных юных обнинских пловцов главный судья выделил особо. Герасименко Владислава, который показывает очень приличные секунды, позволяющие ему рассчитывать на первое место на «Веселом дельфине» на фестивале. А вот на первенстве России в Волгограде золото в копилку нашей команды, возможно, положит калужанка Валерия Суханова. Сегодня это все, о чем мы хотели сообщить. До встречи в понедельник. Следите вместе с нами за новостями обнинской региона. До свидания.